Знаете, тут несколько разных вариантов, куда можно, так сказать, начать и куда можно здесь посмотреть, потому что если это действительно военный удар, то Керченский мост — это военный объект, не надо тут разводить всякую, что это терроризм и так далее. Война идет, по военному объекту наносятся удары, так что тут все легитимно. Как вы абсолютно правильно сказали и как я слышу от разных генералов и новостей, да, даже день, когда мы мешаем России помогать своим войскам, это уже хороший день для Украины, это уже важно, это уже помогает, мы знаем, Владимир Путин сказал, что они это починят к ноябрю. Ну, до ноября еще очень долго, посмотрим, кто будет контролировать мозг к этому времени. С другой стороны, опять же, то, что это был беспилотный дрон-катер, который проплыл, если не ошибаюсь, около 500 километров, был незамечен Черноморским флотом и после этого ударил по мосту, ну, хороший у вас Черноморский флот называется. Это значит, можно так тоже? Хорошо. А вы хотели, понимаете, мы так часто и с вами, и с другими замечательными украинскими журналистами говорим про атакам с Абром, с F-16 и так далее, а выяснилось, что лодка без пилотник может очень серьезно навредить мосту. И тут, кстати, большая заслуга украинцев, потому что американцы, американские военные раз за разом говорят, как мы поражены изобретательностью и умом украинцев, которые, смотрите, что они делают с нашим оружием, это прекрасно. Так что тут как бы все друг другом довольны, поэтому ситуация, я бы сказал, достаточно действительно позитивная, есть чему порадоваться. Вообще, мне кажется, что в Украине нужно как-то находить такие моменты. Да, военный корабль, Москва, крейсер не каждый день его можно потопить, но мне кажется, что и то, что произошло с мостом, и просто движение того, что происходит, не на том темпе, на котором хотелось бы в Соединенных Штатах, не на том темпе, который, я уверен, хотелось бы в Украине. Но контрнаступление движется, и мы просто видим сейчас, как, видимо, СВО подбирает ключи к российской обороне. Да, тут важно сказать, ну, вы сказали про 500 километров, я слышала 700, и этот мост, он же не стоит вблизи к материковой Украине, он стоит достаточно далеко, то есть действительно нужно пройти достаточно серьезную систему безопасности. Там были, не знаю, боевые дельфины, россияне говорят, противовоздушная оборона, в общем, ну, куча всего, и действительно это удалось делать. В то же время, Юрий, как мы увидели сегодня, американцы или представители официальной Белого дома, они, как и всегда, очень аккуратно комментируют любую тему. Если мы вспомним с вами недопуч Пригожина, то тогда тоже первое, что вышли и сказали, это не американцы, американцы здесь ни при чем. Здесь тоже, как бы, ну, единственное, что было сказано, это суверенное право Украины наносить удары по военным объектам. Вот эта осторожность, чем она продиктована? Ведь российская пропаганда, они и так говорят, это НАТО, это американцы и британцы сделали, в общем, в этот момент за украинцев очень обидно. Наш дрон, а нас недооценивают. Осторожность американцев. С чем она связана? Ну, с американской точки зрения все достаточно однозначно. Мы не хотим, чтобы наши действия привели к началу Третьей мировой войны в том понимании, как ее верят американцы, и в этом смысле мы оказались успешны. Третья мировая война до сих пор не началась, если верить Пентагону. Поэтому, так сказать, этот момент мы прошли. С другой стороны, любимый момент того, что раз Байден еще не ударил по Путину, то значит, Байден боится Путина. И вот этот момент, мне кажется, очень нужно правильно осветить и понять, потому что в этом является, как бы, так сказать, корень нашей проблемы. Потому что Украина работает и пытается добиться, чтобы страна вступила в Европейский Союз. Это очень важно по торговому, по экономическому параметрам бесспорно. Для того, чтобы можно было жить в мире и торговать, нужно, чтобы был военный союз, чтобы была военная гарантия, поэтому нужна НАТО. Но, с другой стороны, очень важно избавиться от совка внутри. И вот когда мы говорим о том, что этот человек боится этого человека, мы понимаем, что Путин понимает только силу. Но мы не можем быть такими же, как Путин. Мы не можем думать, что и американцы такие же, как Путин. Вот это хорошо, он понимает только силу. Во-первых, оставим это для него. А во-вторых, не будем сами такими же. Потому что мы не можем победить врага, оперируя его же понятиями и его же орудиями. Украина должна стать частью Запада экономически, военным образом и внутренне, ментально. И вот это очень важная часть, которую нужно понять, почему удар, почему мы видим, что война развивается именно таким образом, а не другим. Потому что Соединенные Штаты очень не хотят, чтобы началась ядерная война и, видимо, считают ответственными себя за это и не хотят давать повода. А с другой стороны, мы видим, что мы дали разрешение другим странам, например, передавать Украине F-16. То есть мы пытаемся в обход того, что мы считаем эскалацией, все равно помочь Украине на невероятно высоком уровне. И я не говорю, что украинцы должны быть благодарны. Это просто глупое заявление о том, что, знаете, президент Зеленский сказал 47 раз, если не ошибаюсь, спасибо. Поэтому вопрос не в благодарности, а вопрос в понимании того, чего мы все добиваемся. И просто этого понимания, мне кажется, нужно больше. Потому что Соединенные Штаты не боятся России. Мы можем уничтожить кого-то. Ну, смотрите, что мы сделали с Ираком. Это же просто руины остались. Мы можем такое сделать с Россией, мы можем это сделать с Москвой, мы можем это... Русская культура нас не остановит. Мы можем это сделать где угодно. Но это не соревнование в силе. Если бы это было соревнование в силе, Россия уже давно проиграла. Но это соревнование о принципах, о праве, о мире, в котором мы хотим жить, о миропорядке, за которым мы все боремся, и где Украина оказалась на передовой. Поэтому Украина, если она хочет быть частью Запада, то нужно начинать думать об этом, видимо, как на Западе об этом думают. Тогда Украина станет частью Запада. Вы говорите о справедливой вещи, Юрий. То есть там действительно у нас много тем, которые переплетаются с термином «бояться или не бояться». Но самое главное, что не бояться Россию, бояться ядерной эскалации. Это две большие разницы. И вот этот страх, он более объясним, потому что после ядерной эскалации не будет ничего. Мы еще вернемся к этому компоненту. Но я должна сказать, когда вы говорите, что Америка не хочет войны с Россией, Украина тоже не хотела. Как вы помните, мы на Россию не нападали. Для России совсем не важно. Да, они говорят, мы напали, чтобы Украина, у которой было 3,5 дживелина, не разрушила Российскую Федерацию. Ну окей, как бы это уже прошло. Про Крым еще буквально два слова, Юрий. До того, как произошел вот этот инцидент с уставшим Крымским мостом, в какой-то момент скептики начали думать, а нет ли договоренности о том, что Крым остается сакральной, нетронутой территорией, не наносились удары, летали беспилотники, но эффективность или каких-то результатов не было. Сейчас, конечно, после вчерашнего дня, как будто бы вопрос снимается. Но предполагаете ли вы, что Крым мог бы быть, вот сейчас, не знаю, многие говорят, что к зиме могут начаться переговоры, что Крым будет вынесен за скобки, что все-таки Украину будут просить, ну давайте пойдем на компромиссы, давайте не все будем забирать. Ну, вы знаете, можно даже поговорить о том, что тот факт, что Путин отказался от зерновой сделки и дал всем об этом понять, может, могло как бы открыть Крым для атак, потому что раз у нас нет договоренности здесь, тогда почему... Мы не знаем этого, мы это узнаем в конце, потому что будут историки, которые, как бы, надо сказать, все это в архивах будет открыто, и мы поймем, как эта война развивалась. Мы сейчас находимся внутри этого тумана войны, поэтому понять это и объяснить до конца, я не вижу здесь смысла, но я думаю, что Украина вступит в НАТО, и это, мне кажется, очень важной составляющей, опять же, позитивной, которую, ну, просто нужно признать, что сейчас Джейк Саловен, которого почему-то любят проклинать в украинском телепространстве, не знаю почему, потому что человек вроде бы заявил уже открытым текстом, что Украина будет в НАТО, но это, кажется, не публикуется на украинском языке, но я не знаю почему, но он вот есть советник по национальной безопасности, который говорит вещи вроде бы нормальные, но это является большим, так сказать, секретом. Заодно есть Блинкен, заодно есть Остин и даже Бернс, и все они работают вместе для того, чтобы помочь Украине, и для того, чтобы сделать задачу, выполнить, которую поставил перед ними президент Байден. Поэтому они работают вместе, и, мне кажется, выполняют важные задачи, чтобы помочь Украине. Вы не ответили, поэтому я немножко тогда по-другому перефразирую. Может быть, вброс, может быть, тестирование на украинского общественного мнения, но есть мысль, что вступить в НАТО, да, Украина могла бы, вот в какой-то перспективе, мы же говорим не про этот, не про следующий год, пока у нас война в горячей фазе, но могла бы, могли бы предложить Украине вступление в НАТО без каких-либо территорий. Мы можем сейчас предположить снова Крым и Донбасс. Это насколько похоже на правду? Все зависит от того, что произойдет с контрнаступлением. Вы знаете, если Украине удастся к концу этого контрнаступления летней кампании отбить Крым, то тогда Крым будет без вопросов украинским. Если он, если это, значит, не будет отбит до конца контрнаступления, то мы увидим определенное давление от союзников посмотреть, насколько Украина готова перейти к мирным переговорам и начать думать о том, как выигрывать в мир, если тяжело выиграть войну. Но это все равно будет решение Украины. Отдать какие территории, это решение Украины только. Но нужно понимать, что при вступлении в НАТО страна отказывается от своих территориальных претензий на другие территории. Это как бы часть гарантии. Мы вас гарантируем, что у вас будет безопасность, а вы не пытаетесь набрать себе других территорий под любым условием. Поэтому есть, когда президент Зеленский говорит, что мы не отдадим ни одной деревне, он открытым текстом говорит, мы не будем вступать в НАТО. Потому что если вы будете сражаться и спорить за Крым, за деревни, и это ваше право, то тогда это, ну, надо это закончить перед тем, как вступать в НАТО. Когда вы говорите про конец контрнаступления, все понимают, что оно не последнее, потому что оккупированной территории очень много. И действительно, ну, то есть что-то будет отбито в текущем году, потом начинается с сезонной проблемой. И здесь, Юрий, вы прекрасно знаете, что для нас сегодня очередное было заседание в формате Рамштайнса, наши партнеры нам очень помогают. И без них, конечно, невозможно было бы себе представить, где бы мы были сейчас. Но в то же время, имея прекрасные леопарды, Брэдли и так далее, вы знаете, что, например, на Запорожском направлении все заминировано. Наши отчаянные и невероятно храбые военные идут пешком сейчас, по-другому нельзя. Плюс мы знаем, что согласно всем правилам и НАТО, и Америки, США, все, любое наступление должно быть с авиацией. У нас нет, нам предложили компромиссы, которыми сейчас мы пользуемся. То есть это наступление уже не классическое, в нем есть много граней и сложностей. Действительно ли справедливо, Юрий, вот так ограничивать во времени вооруженные силы Украины? То есть я так понимаю, что речь идет о том, что, наверное, и американцы негласно говорят до конца 23-го года, потом мы подбиваем итоги, и начало 24-го, это уже какое-то, какое-то другое измерение переговоров. Я думаю, что зависит от того, кого спросить. Если спросить, одни военные говорят, что мы понимаем, что у Украины такие проблемы, что не так все просто идет. Другие военные в той же статье Вашингтон-Пост говорят, что мы им передали все оборудование для разминирования, почему они его не до конца используют. С третьей точки зрения есть американцы, которым нам, как стране, как обществу, сказали, что это надолго, что мы здесь с Украиной, мы здесь будем ей помогать столько, сколько потребуется, и поэтому нам не говорится, какого числа это закончится. И столько, сколько потребуется может означать все, что угодно. Это очень гибкая политическая формулировка. Поэтому нам продолжают вот такие вещи заявлять, и параллельно журналисты с обеих сторон, и российские, и американские, показывают фотографии и рассказывают истории того, что происходит, и это помогает гражданскому обществу продолжать давить на политиков, чтобы эта поддержка продолжалась. Но в какой-то момент, когда надо посмотреть как бы на результаты, происходит оценка и переоценка ситуации в каком-то смысле каждый день, потому что вначале Брэдли работали, потом Брэдли не работали, сейчас нужно идти пешком, возможно, когда эта зона заминирования кончится, то вещи могут пойти побыстрее. То есть как бы есть столько сейчас разных вариантов, что нужно все-таки в каком-то смысле просто верить в победу, верить в союзников, верить заложного и делать свою работу. То, что вот мы с вами все время выражаем сомнения, это, конечно, с одной стороны, очень важная часть демократического опыта, но я просто хочу, чтобы люди поняли, что в Америке люди верят в Украину, люди верят, что Украина доблестно сражается, делает все возможное, чтобы отбиться от этого несправедливой агрессии. Да, пока что только сейчас 47% республиканцев поддерживают продолжение серьезной военной помощи Украине, но все равно половина республиканцев и практически все демократы поддерживают Украину, и это очень важно, и нет такого ощущения, что это вот завтра изменится по какой-то причине. Поэтому как бы все движется в правильном направлении, скорость может меняться, это есть понимание, но если контрнаступление буксует, в отличие от Путина, который будет сжать ногу на педаль, даже если он всю страну путит через эту мясорубку, Украина это демократическое общество, в котором есть выборы, где люди могут решать и давить на свою власть и как-то с ней общаться, чтобы принимать те решения, которые устроит большинство населения. Это может быть, просто люди могут устать, а Украина тоже имеет право устать от войны, и мы все, это тяжело для всех нас и особенно людей, которые находятся под бомбами, поэтому не нам говорить, когда Украине заканчивать эту войну, поэтому очень важно понимать, что все время мы ориентируемся на то, что говорят украинские военные политики по поводу того, как политики, как голос народа, о том, что Украина хочет, к чему Украина готова и к чему Украина стремится. Я думаю, что вы согласитесь, что, к сожалению, не так часто публично показывается Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженными силами Украины, генерал вооруженных сил. Наверное, буквально четыре интервью было, при том, все они были западной прессе, мы понимаем, зачем это делается, да, какие-то такие очень критические моменты, нет, первая была для украинской все-таки аудитории, и три была на западный мир. В критические моменты появляется Валерий Залужный. В предыдущем Валерий Залужный говорил о том, что он на прямом контакте с Милле, со своим коллегой, которого он очень уважает, который невероятно помогает, чтобы в буквальном смысле можно писать 24 на 7. Но в тот же момент Залужный пересказывал слова Милле, что, вы же понимаете, я дал бы все, но решаю не я, я только как бы посредник, потому что надо мной политики. Ну и вот и сейчас, Юрий, последнее интервью, которое выходило Залужного, радко сказать, он говорит, если кто-то на Западе боится, то мы не боимся. Я думаю, что Валерий Залужный вкладывал не буквальные слова, что США боятся России, но в общем он потребил все-таки такие слова, что мы будем наносить удары по тем местам, которые считаем военными целями. Расскажите, как в Америке воспринимают такие заявления главнокомандующего, он военный человек, ему некогда заниматься политикой и дипломатией в том числе. Знаете, мне кажется, что сейчас главнокомандующий Залужный возможно один из самых уважаемых людей на Западе и то, что он говорит, к этому люди прислушиваются и люди понимают, что есть профессионалы, а есть политики и у всех своя роль. И задача Залужного, мне кажется, он выполняет на ура и с точки зрения украинцев, и с точки зрения американцев. Даже, понимаете, когда меняется тактика на поле боя, которая приводит к тому, что замедляется вся эта ситуация, контрнаступление, мы на самом деле понимаем это, потому что мы это видим, что это делается с западной точки зрения демократических ценностей, когда Залужный пытается сберечь жизни, не просто бросает все, что у него есть, потому что матери еще нарожают, и как там уже сейчас говорят о том, что надо брак вводить в обязательном порядке в России в 24 года для женщин, потому что погуляла и хватит, а Залужный как бы более по-человечески и профессионально относится к этому, и за это он, за это у него продолжают брать большие интервью, и потому что это делается, ну, как бы для того, чтобы помочь Украине, чтобы помочь и объяснить Западу, что происходит с военными силами Украины, и как бы получить точную оценку, и аккуратную, и честную оценку от профессионала, человека, который при этом, ну, так сказать, любит свою страну и делает это из любви к своей стране, мы это понимаем, вот патриотизм, профессионализм, забота о людях, пожалуйста, да, вам нужно замедлиться, да, ну, хотелось бы, чтобы было поскорее, но бывает помедленней. Юрий, тут вопрос в том, а что будет происходить, я предполагаю, что Валерий Залужный, человек очень серьезный, он, если не анонсировал, не предупреждал, то он просто поставил по факту, что Крымский мост это не та история, Крымский мост это наша территория и мы бьем, собственно, куда хотим, да, там все-таки Валерий Залужный говорил о том, что война выйдет за пределы Украины, ее невозможно будет сдержать, и речь идет не только там о Белгородской области, каких-то прифронтовых населенных пунктах, а о том, что возможно это будет намного серьезнее, то есть по сути нам, например, сегодня нужно уничтожить завод, который был построен в Татарстане по производству дронов, да, это далеко от нас, или наносите еще какие-нибудь удары, если продолжится и повторится такая же зима, то мы имеем право тоже наносить удары по каким-то объектам, электростанциям и так далее. Вот такие удары и такая ситуация могла бы несколько, не знаю, наверное, заставить нервничать американских дипломатов, политиков, потому что там же тоже будут какие-то последствия. Потому что если это оценивать с точки зрения роста, эскалации, шанса ядерной войны, то это дает нам какой-то приоритет, и вот от этой башни, если проверять американскую политику, то она выстраивается достаточно, ну, постоянной, логичной, конкретной логикой есть. Поэтому то, что нужно бить по России, бесспорно, но только, пожалуйста, не нашим оружием. Тогда мы будем считать, что у нас здесь эскалации нету, а то, что Россию нужно, как бы, эту власть, этот режим нужно уничтожить, ну, так мы все это делаем, мы просто не собираемся менять режим, потому что у нас плохой, как сказал мне генерал Ходжес, послужной список в смене режимов. У нас это плохо получается, а, видимо, у американцев ощущение, что если убить Путина, тогда вся страна наша, а нам это вообще не надо. Поэтому, как бы, так сказать, как вот можно бы разобраться, чтобы россияне сами с этим разобрались, видимо, в виде Пригожины или там Гиркина, потому что другого общества там сейчас активного нету, либо кувалда, либо ничего. Поэтому очень есть хорошие шансы, что страна может рухнуть вообще изнутри. Поэтому вот во всем этом бардаке, если заложенный считает, что ему нужно ударить по России, вперед. Я помню в каком-то из наших с вами разговоров, Юрий, вы говорили, что существует, ну, по сути, это же пацанский договор. Это не то, что там подписано авторучкой, что мы не бьем западным или американским оружием, но, коль уж мы сказали, что так и будет, мы отскали и про авиацию, которая в перспективе будет, значит, мы придерживаемся этого слова. Но вы говорите, если это не провоцирует ядерную эскалацию. Если считать Дмитрия Медведева, то ядерную эскалацию каждый вздох провоцирует. Кровавый клоун Дмитрий Медведев, да, прошу. Он, ясно, люмпен в маргинал, то есть на сегодняшний день мы не берем его за точку отсчета, но все остальные, и сам военный преступник Путин, он ведь тоже рассказывал, и удары по Крыму ядерная эскалация, и удары по территории Российской Федерации, то есть мы не понимаем, где начало и конец этих угроз, поэтому на сегодняшний день получается, что все может спровоцировать. Да, и это было очень интересно и такое, мне кажется, ошибочный, проигрышный трюк Владимира Путина начать говорить о ядерной эскалации на третий день войны. Он, ну это как-то так, ну сколько раз можно кричать «Волк!» уже полтора года прошло, «Волка!» все нет, но поэтому мы видим, что оружие все больше и больше, оружие все лучше и лучше, и планы на оружие невероятные. Кто бы мог подумать, что Украина получит F-16, Эйбрамсы, и разговор об атакамсах, это же, ну это невероятно, надо так стараться, как это делал Владимир Путин, чтобы, так сказать, и Украина вооружилась, и Швеция, и Финляндия в НАТО вступила, но это ж какой талантливый человек такой, ну я не знаю, с точки зрения кого, но это ужас, поэтому Владимир Путин делает то, что он делает, а Дмитрий Медведев, это такой очень интересный, знаете, я большой, ну как пропонент, поддерживаю идею проекции, мы вообще люди, когда говорят, когда политики хвалят кого-то, я чувствую, они хвалят сами себя, вот те же слова, если бы их такими же словами похвалили, особенно на похоронах кого-нибудь, люди просто зеркалят направо и налево, так вот то, чем занимается Дмитрий Медведев, это полная зеркальсть, он просто вот рассказывает про то, как нужно бить по России, как нужно бить по домам этих преступников, по их семьям, чтобы они в щелях прятались, да они уже в щелях прятаются, это просто, ну так, спасибо, так дорожные карты, за ним сидите записывать.